Абширонский полуостров расположен на западном побережье Каспийского моря. С высоты он похож на клюв огромной птицы. Каждый уголок полуострова богат древними памятниками истории. Есть пять причин побывать на Абшироне. На Абширонском полуострове люди поселились задолго до нашей эры. Ученые во время археологических раскопок нашли много древних предметов быта. В 1988 году поселку Гала был присвоен статус заповедника. Прогуляться по нему – первая причина приезда на Абширон. Деревня Гала – это коллекция исторических памятников, отражающих средневековую архитектуру. Его старая часть находится под охраной государства, а самым популярным среди этих памятников остается историко-этнографический заповедник – комплекс музеев под открытым небом. Первый историко-архитектурно-музейный комплекс был создан в 2008 году под руководством фонда Гейдара Алиинба. На территории комплекса находятся курганы, жилые дома, технические постройки. Они сохранились наскальные рисунки 3-го, 2-го тысячелетия до нашей эры. Территория комплекса занимает более одного гектара. Изучать эти памятники начали еще в середине прошлого столетия. На территории заповедника в первозданном виде сохранилась оборонительная стена, а также крепостная и смотровая башни. Посмотрите, через этот подземный проход хан уходил от разъяренной толпы. В этом музее можно окунуться в атмосферу жизни предков, например, поработать помощником кузнеца. Или попробовать сыграть на музыкальном камне. По звучанию он похож на гавал – национальный ударный инструмент. Ученые предполагают, что в древности с помощью этого камня старейшины созывали всех на совет. А в жилом доме стоят ткацкие станки. В старину практически все женщины ткали ковры. Современные рукодельницы села и сейчас сохраняют старинные традиции ковроткачества. По данным археологов, первые гончары на территории нынешнего Азербайджана появились еще в древние времена. И на протяжении веков гончарное ремесло занимало особое место на Афшироне. Территория музея очень большая, так что комфортнее передвигаться по ней на Файтоне. Увидеть уникальные явления природы – грязевые вулканы, или, как их еще называют, холодные – вторая причина приехать на полуостров. На планете всего 2500 грязевых вулканов, и 353 из них находятся на территории Азербайджана. В 2004 году вот этот был признан самым крупным в мире. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Грязевые вулканы появились на этой территории 25 миллионов лет назад. Как правило, они находятся на месте древних, давно потухших и разрушенных вулканов. Сальза – это научное название грязевых вулканов. В недрах Земли есть так называемые грязевые камеры. Из них через трещины под давлением и выходят вода, грязевые массы, газовые смеси. Таким образом появляются сальзы и грифоны – такие холодные мини-вулканы. В Азербайджане большая часть грязевых вулканов активные. По словам Орхана Аббасова, грязь из жерла вулкана очень богата минералами. Поэтому ее используют в медицинских целях. Отдел по изучению грязевых вулканов существует еще с советских времен. Исследовали состав вулканической массы, ее свойства. И пришли к выводу, что эта вулканическая масса имеет лечебные свойства. Ее можно применить при заболеваниях кожи, суставов. Об этом знают и туристы, которых всегда можно увидеть около вулканов. Испробовать действие грязи решила и я. И правда, после такой маски кожа стала более мягкой и гладкой. Говорят, с помощью грязевой массы из холодных вулканов Клеопатра поддерживала свою красоту. Абширон переводится как соленая вода. Здесь действительно вся земля пропитана морской водой. Поселок Зиря буквально окружен солеными озерами. Они влияют на качество почвы, а соответственно и на вкус овощей. Именно здесь выращивают самые знаменитые томаты Азербайджана – зыринские. Отведать их – еще одна причина приехать на полуостров. Выращивают томаты в теплицах. Высота каждой не менее 6 метров. Температура внутри – плюс 24 градуса. Каждый куст подвешен на шпагат. И мы следим, чтобы большие кисти не сломали сам куст. В теплицах обитают шмели. У них важная задача – опылят цветки. Улья висят на каждом ряду. Но в окружении жужжащих насекомых не очень комфортно. Потому сотрудникам и посетителям объясняют, как правильно вести себя, чтобы не привлекать внимание шмелей. Парфюм, ароматные шампуни – все это у нас использовать запрещено, ведь шмели летят на сильные запахи. Зыринские томаты отличаются высокой урожайностью – 500 тонн с гектара. Они очень вкусные в свежем виде. А еще азербайджанцы любят готовить с ними завтрак. Пропорция примерно такая. На двух человек нужно взять 6 больших томатов и 4 яйца. Можно добавить зелень, болгарский перец. Ну, кто что любит. Рецепт прост. Сначала тушим томаты, а затем добавляем соус яйца. Все перемешиваем и тушим еще пару минут. Помидоры с яйцами обязательно нужно есть руками. Вот так вот сначала макать в сок, а потом кушать. М-м-м, вкуснятина. Национальный приморский парк – самое излюбленное место отдыха бакинцев. Здесь расположены многочисленные кафе, колесо обозрений и километровые велодорожки. А главное украшение парка – цветы. В парке можно увидеть десятки разновидностей цветущих растений. И большую часть выращивают на Абшироне. Увидеть цветочные сады – четвертая причина посетить полуостров. В середине прошлого века Азербайджан поставлял гвоздики и розы во все уголки Советского Союза. И уже тогда на Абшироне появились эти цветочные теплицы. Сейчас мода пошла на полевые и декоративные цветы. Они более практичны. Срезный букет хранится несколько дней. А вот эти цветы можно оставить надолго. Во всех селах Абширона есть цветочные теплицы. Площадь Зыринского парника – 22 гектара. Здесь выращивают более 300 видов растений – сирень, гортензия, петуния. В теплицах красота и цветочный аромат. Ради этого стоит приехать сюда на экскурсию. Самое вкусное место на Абшироне – поселок Джорат. Покинцы любят приезжать сюда ради местных кутабов. Отведать их – веская причина побывать на Абшироне. Неймен и его друзья приехали в Азербайджан из Вьетнама. Они выпускники еще советских вузов. И сейчас посещают студенческие места. В Азербайджане их все восхищает, но больше всего – национальная кухня. Кутабы – это тончайшие лепешки с разными начинками. Их жарят или на сухой сковородке, или запекают. Несмотря на то, что это мучная еда, кутабы пользуются успехом круглый год. В день я пеку около тысячи штук, а в выходные – в два раза больше. В Азербайджане после сытного обеда гостям предлагают чай из самовара или чайника. А пьют его в национальных стаканах армуды. Стакан по форме напоминает женскую фигуру. Нижняя и верхняя части – широкие, а посередине – талия. В такой форме чай около горлышка остывает быстрее, чем в широкой части. На стол обязательно подают кусковой сахар, лимон и варенье. Сегодня в меню – джем из арбузной кожуры. После чаепития желающие могут спуститься к берегу и насладиться морским воздухом. Песчаный берег Абширона, шум прибоя и морской воздух обладают чудодейственной силой. Прогулки по побережью восстанавливают нервную систему, поднимают настроение. Не случайно здесь много санаториев и пансионатов. Всегда можно найти пять причин приехать в Азербайджан на Абширонский полуостров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова